В эфире телеканала Лоба. Время новостей. В студии Татьяна Щукина. Здравствуйте! Сегодня мы подводим итоги. Неделя началась с хорошей новости. Лобинский район и в этом году на пьедестале почета по итогам уборки урожая. Делегация, возглавляемая Александром Садчиковым, приняла участие в краевом празднике. В Краснодаре побывала и наша съемочная группа. Наталья Литвиненко продолжит. Лучшие аграрии Кубани. Люди, которые не понаслышке знают, какова настоящая цена хлеба. Предовики АПК собрались на грандиозном празднике урожая в Краснодаре. Впервые краевое мероприятие проводят в октябре, когда на всех полях уже практически завершена уборка. С самого утра на площади перед дворцом Спорта Олимп развернулось праздничное действие. Многометровая пирамида из овощей, увенчанная караваем, стала главным украшением праздника. Здесь расположили все дары осени. Гостей угощали горячим чаем, который разливали из огромного самовара. А рядом на площадке стояли празднично оформленные автомобили Нива. Они предназначены для чемпионов жатвы 2017. В этом году кубанские аграрии собрали рекордный урожай – 14,7 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур. Дружеников полей и победителей конкурса профессионального мастерства среди работников основных отраслей агропромышленного комплекса Краснодарского края приветствовали творческие коллективы Кубани. И первым героев дня поздравил губернатор. В своем выступлении Вениамин Кондратьев отметил, что люди, собравшиеся в зале – это опора и сила кубанской земли. Глава региона поздравил аграриев с очередным рекордом. Впервые в этом году в промышленных объемах собрана пшеница второго класса. На агропромышленный комплекс приходится самый большой объем инвестиций в крае. В этом году выделено свыше 6 миллиардов рублей господдержки. Власть будет делать все возможное, чтобы повышалось качество жизни на селе, заверил, обращаясь к участникам праздника, Юрий Бурлачков, издатель законодательного собрания края. Вопросы агропромышленного комплекса и социального развития села находятся в центре внимания депутатов законодательного собрания Краснодарского края. И я гарантирую, что такой подход и такая работа будет продолжена. Настал самый торжественный момент – награждение победителей конкурса профессионального мастерства среди работников основных отраслей агропромышленного комплекса Краснодарского края. На сцену за заслуженными наградами поднимались представители муниципальных образований, занявшие призовые места. И вновь в Лобинский район в числе победителей. В этом году по южно-предгорной зоне лобинские труженики получили в среднем по 58,5 сантиметров в гектарах. А это третий результат по итогам краевого соревнования. На пьедестал подсчета пригласили главу района Александра Сальчикова и его заместителя по агропромышленным вопросам Олега Кухно. Губернатор им вручил благодарности. Лобинский район в 16-й раз завоевывает призовое место по южно-предгорной зоне. И вот когда подытожили итоги уборки урожая, то увидели, что показатели достаточно высокие. И не только по зерновым культурам. Я хочу сказать, что этот год в целом, он очень своеобразно удачный год. Высокие урожаи зерновой кукурузы, сои, подсолнечника, сахарной свеклы. Ведь сегодня взяты такие уровни, о которых только в свое время мечтали. Это все дается трудом и большим трудом хлеборобов, тружеников полей. И вот сегодня их особенно хочется поздравить, потому что это кормильцы. Лидеры агропромышленного комплекса получили благодарность от губернатора. А четверки победителей жатвы 2017 подарили машины «Лада Нива». Для создания праздничного настроения перед гостями праздника выступили самые лучшие яркие творческие коллективы Краснодарского края. Под громкие овации они танцевали, пели и заряжали невероятной энергетикой каждого, кто сидел в зале. График приема граждан депутатами, изменение бюджета, нормативы градостроительного проектирования поселений и другие вопросы обсудили на 31-й сессии Совета района. В работе заседания приняли участие первый заместитель главы района, руководители отделов и управления администрацией. Наталья Литвиненко расскажет подробнее. На повестку дня было вынесено 13 вопросов. В первом слове взял представитель Совета Ренат Жарков предложил депутатам утвердить новый график приема граждан. Это связано с тем, что в сентябре Владимирский избирательный округ пополнился двумя депутатами. 10 сентября 2017 года по Владимирскому трехмандатному избирательному округу номер 6 в состав Совета избраны Михаил Владимир Александрович и Виноградов Евгений Александрович. Как вы помните, коллеги, у нас было два решения по графику приема граждан нашими депутатами. Первое – прием на своих рабочих местах или избирательных округах и с появлением депутатской комнаты в администрации района. Второе решение – прием в кабинете номер 114. Сейчас мы объединяем эти решения в одно, вносим дополнение по вновь избранным депутатам и отменяем предыдущие два решения. Чаще всего к народным избранникам обращаются по личным вопросам. Депутаты ведут прием граждан согласно установленному графику. Евгений Виноградов каждую пятницу после 14 часов на рабочем месте в Музее истории краеведения или в район администрации в последнюю пятницу месяца с 10 часов. Со самими вопросами жители района могут обратиться к депутату Михайлову. Он готов выслушать каждого в последний понедельник месяца с 10 часов в кабинете директора Лобинского хлебозавода или в администрации в последний понедельник месяца с 14 часов. Здесь же депутаты утвердили наименование состав комитетов, а также состав общественной комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении звания почетный гражданин Лобинского района. Далее на сессии районные финансисты предложили депутатам рассмотреть изменения в бюджете. Предлагаем увеличить плановые показатели по единому налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения, на полтора миллиона рублей, увеличение доходов от поступления единого сельскохозяйственного налога в сумме 2,2 миллиона рублей, увеличение доходов от налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения на 160 тысяч рублей. В то же время было предложено уменьшить плановые назначения за негативное воздействие на окружающую среду, уменьшить доходы от налога на прибыль и от единого налога на вменяемый доход. Также предложено снизить доход от реализации имущества, которое находится в собственности муниципалитета. В целом доходы уменьшатся на 9 миллионов рублей. При этом поступили дополнительные лимиты из края почти на 15 миллионов рублей. Екатерина Спиридынкова подробно рассказала, как распределены эти средства. Депутаты единогласно проголосовали за изменение бюджета. Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования шести поселений доложил начальник управления строительного планирования, архитектуры и градостроительства Сергей Перевалов. Также на сессии депутаты утвердили перечень свободных земельных участков, получить которые, причем безвозмездно, могут семьи с тремя и более детьми. В завершении заседания Евгений Виноградов своим коллегам предоставил отчет о деятельности Совета молодых депутатов за третий квартал текущего года. Молодые депутаты в тесном взаимодействии работают с Советами микрорайонов, квартальными, изучают проблемы жителей. Таким образом, в частности, в части взаимодействия с населением в третьем квартале зарегистрировано 22 обращения граждан, 19 из которых были решены положительно и 3 вопроса находятся на рассмотрении ввиду сложности вопроса. Граждан волнуют проблемы ремонта дорог, освещения, благоустройства, а также поступали обращения, касающиеся проведения косметического ремонта детских площадок и других досуговых объектов. Проведено 3 общих заседания членов СМД, 5 заседаний активов рабочих групп. В рамках проведенной работы активом СМД проведен также мониторинг состояния библиотеки Вознесенского сельского поселения в конце сентября этого года. И принято решение об оказании содействия в проведении косметического ремонта посильного, а также в приобретении книг, то есть пополнении книжного фонда. Также проведен мониторинг состояния спортивных многофункциональных площадок, на которых совместно с волонтерами проведен косметический ремонт. В четвертом квартале молодые депутаты планируют провести обучение членов Совета, чтобы в дальнейшем они стали активными участниками проекта «Помощник депутата». Все вопросы повестки на сессии рассмотрели. По каждому принято положительное решение. Наталья Твининко, Горисаков, телекомпания «Лаба». Началось благоустройство 39-го квартала 6-го микрорайона. На улице Кордонной установили спортивно-игровую площадку. Подробности в нашем следующем сюжете. 6-й микрорайон активисты назвали «Лучезарным». Такое же название присвоили и спортивно-игровой площадке, которая расположилась по улице Кордонной. Наша площадка открылась по многочисленной просьбе наших жителей. И в основном это у нас дети-сироты. И как бы микрорайон, в микрорайоне этот квартал, он у нас постоянно застраивается, он новый. И площадка очень нужна в этом именно квартале. Большую помощь оказал нам, конечно же, Иван Петрович Артеменко совместно с нашим главой города. И сегодня вот такое многочисленное у нас открытие площадки. И наш житель, именно житель этого квартала, этой улицы, он нам сделал красивое, вывеску сделал красивую и называется наша теперь эта площадка «Лучезарная». В начале праздника площадку осветили. Чин провел настоятель храма святого великомученика Пантелеймона. Качели, горка, песочница, беседка. В 39-м квартале живет более 500 детей. Они с удовольствием начали осваивать новое оборудование. Будет чем заняться и взрослым. Для них предусмотрели лавочки и несколько спортивных тренажеров. Конечно, это радостное событие. К бабушке в гости приезжаем, а выйти негде с дитем. А так можно и покататься на тренажерах и посидеть на лавочке, пообщаться с дитем. Нравится, детям некуда было одеться, а сейчас тут красота. Деток очень много и нужна детская площадка, чтобы дети могли куда-то пойти, поиграть с родителями, сами. Очень нужна эта детская площадка. Спасибо большое за то, что выделили деньги и сделали эту детскую площадку. Позаботились здесь и о безопасности. Объект огородили и установили освещение. А участок дороги, прилегающей к площадке, заасфальтировали. Поздравить жителей с открытием объекта пришли многие представители района и городской власти. А глава города Алексей Матыченко заметил, что это только начало благоустройства микрорайона. Многое ждет жителей впереди. Благодаря Ивану Петровичу, благодаря тому, что жители пожелали здесь видеть спортивный городок и уголок детского счастья, построен первый этап, вот то, что мы видим сегодня. Но я хотел бы вас ознакомить с планами и призвать их совместно выполнить. Значит, как отметил Ренат Равильевич, что места здесь достаточно для развития в этом направлении. Можно здесь построить и беседки, и место для встречи, проведения сходов. Здесь можно построить и спортивные всевозможные площадки, волейбольную и тренажерную. И все. Вдобавок, уважаемые жители, напротив, через дорогу оставлен участок, который идет как общественная зеленая зона, где можно разбить сквер и тоже прогулочную зону устроить. Также в следующем году планируется асфальтировать дороги микрорайона. Этого жители ждут с большим нетерпением. На днях мне довелось попасть на прием первого замминистра транспорта, на транспорта и дорог Краснодарского края, где получены гарантии, что в следующем году нам будут выделены деньги на первый этап освоения проекта, который разработан по вашему микрорайону. На 94 миллиона рублей под асфальтирование улицы Кордонной, Егорова, учебной, на въезд полностью по закольцовке нового микрорайона Виноградный, и чтобы здесь пошел маршрутный транспорт, чтобы здесь прекратились пыльные бури с полной дорожной одеждой, то есть с канализацией, с освещением, с автобусными павильонами. В последнее время очень много сделано в Лобинске для детей и молодежи. Только в 2017 году открыли несколько площадок. В поселке Прохладном по улице Пионерской 34, Мира 211,8 и 345 обновился детский комплекс в городском парке. Общая сумма финансовых средств, выделенных из краевого бюджета, 3 миллиона 150 тысяч рублей. В честь открытия площадки для жителей 39-го квартала устроили настоящий праздник. Изюминкой вечера стало выступление воспитанников многократного чемпиона России, Европы и мира по гиревому спорту Виталия Адонина. Ребята показали, каких результатов можно добиться, занимаясь спортом и ведя здоровый образ жизни. Татьяна Щукина, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». До окончания срока оплаты налога на имущество, земельного и транспортного налогов остается меньше месяца. Специалисты городской администрации напоминают налогоплательщикам, что необходимо как можно скорее совершить платежи по квитанциям, иначе будет начислено пение. Завершился период вручения уведомлений, которые были направлены из Волгограда на уплату имущественных налогов, налог на имущество физических лиц, земельный налог и транспортный налог. Все уведомления были направлены по месту прописки налогоплательщиков. Хочу обратить ваше внимание по месту прописки. Срок оплаты налога на имущество земельного и транспорта до 1 декабря 2017 года. Земельный налог рассчитывается у нас исходя из кадастровой стоимости. Кадастровая стоимость умножается на коэффициент, установленный депутатами Лобинского городского поселения, и получается сумма налога, которую необходимо оплатить. По индивидуальному жилистному строительству, дачам и садово-огородническому обществу коэффициент 0,3. Расчет налога на имущество производится еще до сих пор по инвентаризационной стоимости. Инвентаризационная стоимость умножается на коэффициент дефлятор и умножается на коэффициенты, также установленные депутатами Лобинского городского поселения. В 2015 году коэффициент дефлятор был 1,147, а в 2016 году коэффициент дефлятор 1,329. То есть кадастровая стоимость умножается на коэффициент дефлятор и умножается на коэффициент. До 300 тысяч коэффициент 0,1, а 300 до 500 коэффициент 0,3, свыше 500 тысяч 0,6. Таким образом производится расчет налога на имущество, который необходимо произвести, значит, уплату. Хочу напомнить вам, что граждане, имеющие право на получение льготы, необходимо предоставить налоговую инспекцию копию документов, подтверждающие право этой льготы. Налоговая инспекция неоднократно обращалась через газету, что до 1 апреля необходимо предоставить такие документы. Кто не предоставил свои копии документов на сегодняшний день, получили уведомление с полной оплатой налога. Обратите на это внимание. Если у вас не стоит льгота в колонке льгота, и вы имеете право на получение льготы, необходимо копию документа отнести в налоговую инспекцию, кабинет 107. Уважаемые граждане, все, кто получил уже уведомление на уплату налогов, большая просьба произвести уплату налогов во избежание дальнейшего начисления пени. Пользуясь случаем, хочу также обратиться к плательщикам арендной платы за землю. На сегодняшний день сумма задолженности по арендной плате остается также очень большой. И хочу всем напомнить, что сейчас произведено начисление за 4 квартал 2017 года. Поэтому все сроки уплаты уже прошли. Пожалуйста, все, кто имеет задолженность по арендной плате или же забыли ее оплатить, обратитесь на улицу Карла Маркса 160, для того, чтобы взять квитанцию на оплату данного вида налога. На этом наш выпуск подошел к концу. Сразу после рекламы Ирина Берекова расскажет о погоде. А я с вами прощаюсь. До свидания.